всем доброго времени суток ребятки сегодня такие новости вот петушка этого сегодня отсаживаю на нерест того что там красный где он сейчас я их только покормил где-то он спрятался но красный с белым я его тоже отсаживаю на нерест одну баночку приготовил вторая там еще стоит перевернутая скалярки все хорошо у них все чудненько ладненько вот сейчас покормил хлопьями вот сейчас начал сливать артемию ребят артемию я сливаю смотрите то есть как я запускал вы видели до перекрылки перекрыл воздухе постояла на минут 10-15 пока я здесь туда-сюда мотался вот просто вот беру снимаю зажим положил шланг очку ну и занимайся своими делами да там позанимался позанимался вот подошел защёлкнул шланг очка закрылась может даже убрал вот вот эту ткань немножечко вот так скажем так как она уже забитый сачок немножко нужно вот так вот края скажем так чтобы край касался чего-нибудь тогда быстрее процеживается артемия процеживается сегодня я чуть покормил сушечкой вот у меня неончик что-то мой слабенько что-то он дышит непонятно что по ходу пропал ничего страшного он еще два есть бывают ребята до потери не знаю говорят не буманно показывать я показываю нет живой 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 редактива живой что-то с глазами такое секунду фокусируем как пучеглазие у него то ли это у меня такое есть в общем непонятно что сейчас его в сачок отсажу и посмотрим что с ним будет отсажу я его наверное скалярком аквариум или даже вот сюда какой-то аквариум гурамыч и сегодня едут домой то есть ничего здесь не произошло но отсадим пару дней подержим водичку посмотрим может что то есть так этом внизу все в порядке здесь я вчера кормил дафнию не кормил забыл так ну какие новости кстати здесь по дафнии ну здесь все понятно и так кормить мы и сегодня не будем да да мне здесь на что мы пересадили вот она прыгает видите да ребят но немножко я так думаю падежик есть не особо не особо но видите вон какая-то взвесь вот это дафния это дафния легла то есть культура в любом случае немножко ложится здесь пока никаких изменений продувочка стоит ребята продувочку еще ставлю почему потому что в этих случаях идет запах даже когда кормим дафию чтобы циркуляция воды было кормим же моё дрожжами спирулиной здесь ребят тоже пока никаких изменений нету пока ничего я не вижу может уже что то есть но я сомневаюсь а еще даже суток не прошло вот чтобы была циркуляция воды тогда пода скажем так перемешивается не так портится а вот вот этого вот петуха вы нещем самочек вы в принципе знаете да вот вот эта самочка пойдет у нас красному петуху а вот а синяя пойдет к тому синему петуху у братвы все в порядке жора жора сидит там и походу жора будет линять ребята что-то он там сидит уже сегодня целый день этот бандит закрылся листком он притянул листок оттуда сюда сегодня закрылся листком жора подтягивает украл у него листок и подтягивает к себе вот ребята морковку я уберу сегодня что-то не так чуть-чуть подкушал ее но не особо анциструс и мальки все в порядке вот там болтаются они в этом короче не по это остатки салата салат еще плавает в общем таких особо скалярки не нерестятся что еще у нас тут вот артемика уже почти скажем так отфильтровалась вот так я еще делаю раз на бок и все пучком а сейчас посмотрим на вот эту что это у нас опа ребят ребятки а вот теперь смотрите вот плесень на белые это заплесневела а вот видите беленькие вот эти штучки мучки вот это ребята у нас и получилось вот это и есть ребятки гриндаль вот это есть гриндаль вот на стеклышке вот это червячок гриндаля так вот червячок гриндаля так сейчас мы вот эту плесень немножечко вот так ее немножечко конечно ребята довольно неплохо и гриндаль выходит из-под земли ребят вот если мы присмотримся видите вот он выходит из-за скажем так с того что у нас под землей именно та мука так сейчас мы сейчас мы сейчас на секундочку так я мы его вот так вот ребятки под кормим не особо так будем засыпать но чуть-чуть ему кушать надо дать но его подкормим на где наша водичка не ожидал что-то он быстренько так хотя даже не быстро нормально можно даже чуть точечек на стекло я тоже брызну нормально так ну кормить конечно этим еще нельзя рано потому что очень мало это получается же у нас только культура накрываем стеклышком здесь ребят скажем так достаточно тепло температурка достаточно 26 градусов вот так вот где-то вот сегодня бегаю туда-сюда с гаража в гараж у меня в бассейне фара накрылась сейчас что-то буду думать вот так здесь у нас что 156 ватт 155 156 вот хорошая новость у нас ребята у нас получилась культура гриндаля теперь ее надо размножить и старые лотки те все нужно помыть потому что там кирдыки вот старые лоточки помоем и перенесем вот эту культуру или запустим заново потом посмотрим я так я за то чтобы запускать заново перенести культуру это равносильно что мы с одной банки взяли дафнию живую и закинули в тут банку ну да вот это то же самое что говорят чтобы развести дафнию купите культуру ничего купил ты культуру ты можешь купить сразу скажем так 10 литров культуры и сразу не кормить начинать зачем разводить каждый раз покупаешь и все вот сам сам процесс интересен тем что мы это делаем сами мы пытаемся сделать это сами получить культуру сами вот в этом именно скажем так наслаждение да вот такой кайф то есть допустим я сделал этот светильник сам пусть он допустим не соответствует там каким-то параметром топ топов скажем тогда поповским каналом какие-то там супер люмины вакуумы т.д. и т.п. я в этом честно говоря баран полный в этих люминах в киловаттах ну киловатты я уже знаю я за них плачу а люмины они мне не интересны просто для меня это красивое слово параметры света должен быть такого чтобы и растением было хорошо и рыбкам приятно а считать люмины это равносильно что я буду облака считать тем более у каждого света свои люмины вот здесь вон в одни люмины там 2 и здесь на потолке 3 вот если посчитать все в суммарности получится нет ни одна тысяча ни один десяток тысяч так ребятки вот артемия готова до чего покормим скалярку сейчас мы уберем вот эти эти и кормлю я вот так видеть все покормили здесь столовая ложка цист забрасывал я сюда столовую ложку цист ну как видим еще там есть то есть завтра утром еще можно покормить ребята аэрацию сейчас вот допустим да я слил скажем так процентов 70 уже артемии и аэрацию я уменьшил на половину но и рация все равно должна быть вот сейчас вот даже вот сюда так как прошло до 24 часа прошло ну да даже больше походу да почти 40 30 в общем не помню больше суток прошло сюда даже можно капельку дрожжей дать чтобы артемия росла потому что артемия она тоже растет она линяет вот у нее уже линька сейчас произошла вида по видно по цвету потому что она стает коричневатой вернее бледнее чем вот допустим 24 часовка вот она оранжевая она конкретно оранжевая допустим если мы сейчас отключим эту банку которая была вчера заряжена поздно вечером да вот прошло 24 часа и она будет ярко оранжевая то вот это артемия она не была такой оранжевая она уже была цвет более скажем так более коричневому вот то есть если ее подкормить дрожжами то есть здесь тоже риска 50 процентов может лечь сразу не воспринять до дрожжи а 50 процентов может адаптироваться начать кушать и расти то есть вот это артемия скажем да допустим здесь тоже ты можешь доливать засыпать цисты но не факт но не факт что скажем так сто процентов он плавает монстры какие видите но не факт что сто процентов вся мелкая артемия вырастет до вот такого размера всегда минусуйте 50 на 50 как минимум что удав не культуры что в артемии ну гриндаль не гриндаль только по нашим по нашей вине из-за наших боков может культура лечь кстати вот за культуры заговорил а сюда то я сегодня вообще не заглядывал да заглянем еще у нас здесь опалон от этот у нас как он называется у червяк тоже улиточка вот села на него аулафорус мой вспомнил я вот аулафорус я его держу ребята просто так держу я ним не кормлю рыбок вот ну когда-нибудь покормим просто ну я не знаю как сказать другие там говорят аулафорус аулафорус вот я не против кому-то нравится мне допустим нравится что у меня червяк этот растет просто вот потом покормим кого-нибудь какого-то там малька можно покормить для этого же его и в принципе выращивают правильно вот покормили так я сегодня не хочу ничем кормить не дрожжами ничем то есть мы сейчас вот так покормим да овсяночка приятного аппетита вот закрываем чтобы мошкара не залетал здесь мы делаем то же самое бабах все пусть кушают ребята вы вот видите там меня сейчас допустим многие аквариумисты до которые держат дафнию могут осудить типа дрожжами спирулиной я не против я согласен я дав нею культуру еще на старой квартире в этой же емкости да в принципе эта емкость была спаяна изначально и задумано для дафнии с самого начала после просмотра канала виктора виктор тебе привет если ты меня смотришь я знаю ты на меня подписался вот и изначально я увидел загорелся очень долго искал культуру в итоге я культуру купил вот она у меня сначала в лотке вот так вот выводилась потом лоток и перенес в аквариум в один из этих стоп даже не было мне этих аквариума у меня был вот этот аквариум в этом аквариуме именно в том лотке в контейнере она у меня болталась да вот как нерестовик она пошла у меня в рост все отлично я все правила соблюдал вот и ребята не делайте с самого начала вот так как я не поступайте попробуйте сделать все по правилам потому что если вы загубите культуру вам будет очень обидно допустим я почему так делаю потому что у меня есть культура в ведре у меня есть культура там у меня есть культура здесь у гупяши здесь у неонов потом сейчас посмотрим здесь у меня тоже он есть дафния если присмотреться да вот здесь у меня тоже есть дафния то есть у меня в каждом аквариуме где-то что то есть и если у меня даже в каких-то в этих емкостях ляжет дафния скажем так я смогу поднять эту культуру так как она у меня есть это первый скажем так совет который даже виктор неоднократно всем говорил ребята всегда перестраховывайтесь не держите культуру скажем так в одном объеме да и я вот всегда придерживался этих правил все а потом в один прекрасный момент я думаю ну здесь у меня дафния она ребята вы не поверите она насколько расплодилась на балконе летом конец июня июля перед августом до перед самой жарой она так расплодилась что ее реально я кормил самой дафни и рыбу и но я не заморозил думает она есть да она есть в один прекрасный день я прихожу с работы у меня давние нету просто нет она вся легла то есть утром она была 8 в пол восьмого утра она была я прихожу в 5 часов вечера ее нету она вся лежит на дне не единой даже мелкой давние нету никто к банке не подходил вот и она и у меня это давние было только в одной банке то есть в одном экземпляре потому что я везде все послевал везде я не разделил культуру вот я держал только в одном объеме что-то произошло и культура целегла и почти год скажем так у меня не было давние я пытался ходил что-то там ловил там один циклоп ловил дикую давние тоже там пару мошек попадалось но это все не то она не приживалась в итоге я купил по интернет и тоже у меня легла практически вся культура кто давно меня смотрит вы можете помнить да что там осталось 10 мошек